Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают пяти, по-моему, да? Давайте место озвучим сейчас сразу. Время четко. Да, все верно. Ярмарка будет проходить 9 декабря в торговом центре Джимол на первом этаже с 11 часов до 5 часов вечера. Каждые два часа у нас будут меняться мастер-классы для детей, где дети и родители совместно могут сделать елочную игрушку. В этот раз у нас будет роспись новогодняя печеньки, пряника, как правильно называть. Не торопитесь. Давайте спокойно об одном из самых душевных таких, да, человечных мероприятий, которые традиционно уже накануне Нового года в нашем городе проходят в традиционном месте, в Джимоле, да, и в прошлом году, и в позапрошлом это было. Давайте сейчас подробно, по полочкам все разложим. 11 часов воскресенье, 9 декабря. Джимол. Люди туда приходят, и люди видят что? Люди видят много всего. Вот. То есть обязательно будет концертная программа, то есть с 11 до 5 часов все будут выступать различные артисты. Как правило, это детские коллективы различные, и танцевальные, и вокалы. Вот в 11 часов кто непосредственно там будет танцевать, исполнять песни? Во-первых, у нас будут ведущие. Ведущие это будет Юлия Андреева и Роман Вяткин. Они будут приветствовать. Они, конечно, приветствуют. Всех пришедших на новогоднюю ярмарку, объяснят, что что-то здесь происходит. И, соответственно, объявляют уже первые номера. То есть это будут танцевальные коллективы детские. Я сейчас сразу не могу сказать, кто прям первый будет выступать, но могу перечислить, кто у нас будет. Это и танцевальные коллективы Лотос, это и восточные танцевальные коллективы, и цирковая студия, к примеру, будет. Это вокалы детских музыкальных школ, это будет даже какой-то оркестр трубачей. Они друг за другом, с меня и друг друга будут показывать номера, то, чему они научились, то, что могут. Вокальные ЭБК-квартии традиционно принимают участие в этой новогодней ярмарке благотворительной различно. Много разных артистов, даже сейчас сложно мне всех перечислить, поэтому всех приглашаем, приходите вживую, сами все увидите, послушайте, посмотрите. А напомните, как вы собственно составляете, приглашаете вот этих гостей, эти творческие коллективы. Я понимаю, что с дорогой добра они уже долгое время сотрудничают и откликаются на ваши приглашения, но еще раз давайте все-таки напомним. Ну просто берем, созваниваемся. Вы ведь сотрудничаете с ними не только в рамках этой новогодней ярмарки? Ну да, когда какие-то массовые мероприятия мы проводим и когда нам требуется для этого, скажем так, какое-то развлечение для нашей публики, то да, мы обращаемся уже к нашим партнерам, с которыми мы уже работаем, которые готовы на наши мероприятия ходить. В первую очередь, конечно, всегда к ним. Звоните, говорите, ребят, привет, привет, у нас будет мероприятие. Приходите. Приходите, да. Мы нуждаемся в ваших светлых лицах, голосах. Будем рады и будут рады. И стараемся всегда привлечь кого-то еще новых. Это всегда как бы и для нас хорошо, и для тех, кто у нас, скажем так, повыступает. Им тоже свои плюсы для этого есть. Так как мы везде пишем про них, спасибо говорим. Они есть возможность показать свои таланты, соответственно, привлечь для себя какую-то дальнейшую публику, заниматься у них в кружках, секциях и так далее. Новички и 9 декабря будут, раз уж вы? Да, будут. Упомянули о том, что старые, старые, свежие какие-то силы привлекать. Кто это? Танцоры, певцы или какой-то другой вид искусства? Ну, это будет от музыкальной школы. Ну, вот именно на благотворительной ярмарке будут, вот с моей стороны, то, что я знаю, будут от музыкальной школы девочки петь. Это музыкальная школа номер 4. Цирковая студия «Ритм». Это в космосе они находятся, занимаются. В ДК «Космос». Да, мы с ними хотя и работаем, но так получалось, что они еще у нас, именно у нас не выступали. Но в этот раз откликнулись, у них получилось по времени все, и они будут у нас выступать. А что они, Юля, будут показывать, скажите, пожалуйста? Цирковая студия «Ритм» — это, во-первых, там дети занимаются от 5 лет и до 18. Это акробатика. Это акробатика, да. В основном акробатика, гимнастика и какое-то шоу с какими-то элементами, допустим, кольца, скакалки, еще что-то. Я поняла, что это хорошая возможность для тех родителей, которые сейчас думают, куда своего ребенка, в какую секцию определить или в какой кружок. Это хорошая возможность прийти и посмотреть, чему ребенок может научиться. Да, да, все верно. Тут ведь еще есть особенность этой площадки. Там же нет традиционной сцены и традиционного зрительного зала. Да, в этом есть сложность, правда. От артиста, от выступающего тоже специальных навыков и умений требует, когда нужно работать не только перед собой, но и вокруг себя, и как-то вращаться, и подавать вот эти все. Ну, очень ответственно. Да, все верно. Мы тут сразу обговариваем условия, что вот, а можете ли вы выступить, что вам для этого надо, возможно, что-то постелить, возможно, что-то вам еще подготовить сразу. То есть это все обговаривается. Инвентарь какой-то, да. Ну, допустим, даже вот у этой же цирковой студии, ведь они же будут, получается, на голом полу выступать, а это же девочки, которые делают акробатику. То есть, возможно, что-то им нужно будет постелить и так далее. То есть это все проговаривалось заранее, обсуждалось. Ну, да, технические моменты любого выступления, собственно, да. Ну и, соответственно, публика, гости праздника, пришедшие, они тоже могут располагаться как-то по периметру или как-то, с любой стороны и участвовать, и наблюдать за этим, за всем. Кто-то может просто прийти и постоять, посмотреть. Если будут столы, стулья, скамейки, наверное, да, там, в основном за столами будут параллельно проходить мастер-классы. То есть параллельно можно сидеть что-то, вот, творить своими руками с ребенком и тут же как бы наслаждаться концертной программой. То есть это все возможно. Выступающие и одновременно мастер-классы всевозможные, работа с ребятами. Ну, безусловно, будут места для особых детей, да, чтобы ребятишки присели. Конечно. Да, чтобы не было трудно, они занимались этими вещами. И так же параллельно сама ярмарка будет проходить. Ну, давайте сейчас о ней, да, собственно. Или о мастер-классах сначала. Нет, давайте о мастер-классах. То есть одновременно с началом мероприятия и с началом выступления приглашенных артистов. Что будет? Какие-то мастер-классы непосредственно. Мастер-классы для детей, для родителей. То есть тут может ребенок один, может ребенок вместе с родителем поучаствовать. Что? Назовите конкретно, что там можно будет делать? Сдели новогодние елочные игрушки. Из чего? Из чего же, из чего же, из чего же? Мы так вот разговариваемся, да, все наши тайны. Ну, хорошо, ну, допустим, из шишки. Так. Из шишки. Да, которые мы с собой приносили заранее. Нет, мы с собой заготовили заранее, да, мы специально съездили в лес, пока не было снега. У меня тоже был опыт заготовки шишек. Подготовили, чтобы они все раскрыли, чтобы они были красивые. Обычно. 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 Обычно игрушка также из ажурных салфеток. Ну, это вот тоже простое, что можно сделать достаточно быстро с детьми вот здесь, да, чтобы так, несложные такие вещи, но при этом очень красиво. Можно будет даже повесить прямо тут же на елку, либо с собой домой унести. А, елка будет? Да. Елка с вас или с торгового центра? Мы планируем поставить елку. Нет, мы свою привезем. Сами привезете, поставите. Именно на мероприятие поставим ее, и здесь же можно параллельно будет украшать эту елку. А эта елочка, она там останется в джемоле после того, как ярмарка закончится? Или вы ее увезете? Нет, мы, к сожалению, увезем. Это елка из нашего центра, и она нам нужна. Понятно, она вам нужна. Елка особенная. То есть, а вот эти игрушки, вы говорите, можно будет повесить на елку, да, если, например, кто-то домой не захочет забрать. Хотя, мне кажется, таких мало кто не захочет. Вы ведь их сохраните, и они потом будут в вашем центре висеть на этой же самой елочке. Да, конечно, те, которые останутся, сохраним, повесим обязательно. А то я думаю, что это был бы такой хороший квест, если бы елка стояла в джемоле, например, и ребенок повесил бы свою игрушку, можно было бы каждую неделю приходить и смотреть, висит игрушка или не висит. Ну, я думаю, в джемоле, наверное, есть елка, может быть, туда можно повесить. Пока не проверяла, не знаю, если честно. У меня другая идея. Может быть, превратить эту елочку в некое благотворительное пространство. То есть, например, понравилась какая-то игрушка с этой елки. Почему бы ее вот за взнос благотворительный нельзя не взять с собой? Вот, кстати, хорошая идея. Просто нужно как-то это оформить, чтобы это понятно было. В принципе, у нас будут елочные игрушки, которые на продажу выставлены, да. Вполне возможно, их можно повесить и таким образом. Берите идею, пользуйтесь. Сейчас мы о продаже чуть-чуть попозже поговорим. У нас полуминутная пауза, и мы вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается в нашей студии Юлия Мошкина, специалист организации «Дорогой добра», известной организацией в нашем городе. Наши постоянные гости, наши друзья. Мы с Юлей говорим о ярмарке благотворительной, которая будет в это воскресенье в торговом центре «Джеммол». И чтобы соблюсти законодательство, мы обязаны озвучить возрастное ограничение данного. Должны все-таки этого сделать. Ну, ноль плюс, я предлагаю. Ну, конечно, да. Ноль плюс, потому что это абсолютно семейное мероприятие, никаких там особо таких конкретных ограничений нет, то есть с ноля все дети могут участвовать. Спасибо, Владимир. Я вот как-то даже не подумала, мне казалось, благотворительное мероприятие, это уж такая вещь, к которому не придерутся Еще одна история с законом, которую мы сейчас в перерыве отметили. Не очень верно, наверное, с моей стороны было говорить слово «продажа», хотя сам процесс, ну вот, как его назвать? У вас это выстроено по-другому, то есть у вас обмен какой-то вещи, произведенной руками детей, руками родителей, руками наших мастериц на благотворительное пожертвование. То есть это не продажа, это обмен. Да, все верно. Это мы предлагаем обменивать за любое благотворительное пожертвование, любую вещь, которая понравилась людям. Соответственно, все деньги вырученные с этих обменов уже идут на поддержку нашей организации, на поддержку программ, которые идут на развитие детей с особенностями развития. Да, образовательные какие-то вещи. Елочные игрушки, шишки, салфетки. Из чего еще? По мастер-классам, да? Да, да, да. По мастер-классам, значит, еще будет у нас такой мастер-класс. Это роспись новогоднего пряника. Сразу роспись или сначала выпекать будем пряники, а потом роспись? Нет, выпекать не будем, уже только роспись. То есть пряники уже будут. Своими пряниками приходите или вы выбите? Нет, пряники у нас будут, у нас это все подготовили. Мы с родителями, с детьми опять же все вместе делали. Это имбирный пряник, суперароматный, вкусный. Ой, он еще и полезный. Настоящий, настоящий пряник. Достаточно понюхать, уже понятно, что это вообще очень вкусная вещь. Вот и будет роспись глазурью. То есть дети, родители совместно могут опять же взять любой понравившийся пряник и разрисовать так, как им хочется. Любой рисунок? Да, там будет специально ответственный человек за этот мастер-класс, профессионал, который занимается росписью этих пряников. Соответственно... Слушайте, а сложно это вообще пряники расписывать? Я вот никогда не знаю. Это кисточкой делается обычно? Нет, это делается... Вот, честно говоря, не знаю. Для вас тоже будет новый опыт воскресения. Это для нас новая правда. То есть этого у нас еще не было. Это в первый раз такое тоже попробуем сделать на нашем мероприятии. А рецепт имбирного пряника вы будете людям выдавать? Если кому-то очень понравится. Да, потому что смотрите, какая история. Кто-то распишет один пряник, а до Нового года еще много времени пряник, понятно, не долежит, его съедят. А кому-то на Новый год, может быть, захочется, даже на подарки, может быть, друзьям. Выдавайте рецепт, прямо на бумажечке распечатайте. Когда только выпекалось у нас в центре, это все. На месте в центре был такой аромат, что все бежали и поспрашивали рецепт. Поэтому, я думаю, надо подготовить. Да, потому что, мне кажется, будут люди спрашивать. Юля, а дальнейшая судьба пряников, которые будут раскрашиваться? Ну, это, соответственно, забирают себе, конечно. И съедают, Владимир. Опять же, все мастер-классы... Или, может быть, будет коллективное чаепитие потом, может, у вас будет? Про чаепитие тут не подумали, но я думаю, что дома люди могут спокойненько, в спокойной обстановке сесть и потом эти пряники скушать. Мне кажется, еще многие, наверное, хранить их будут все-таки на память. Либо на подарок. Да, либо на подарок. Я в противоположной точке задумываюсь. А ты думаешь, съедят? Нет, пряник для того, чтобы его съедать, естественно. Ну, если дети, мы тоже съедят, возможно. Надо съедать его. Это же тепло человеческих рук, которое должно переходить другим людям посредством съедания. Понятно. Извините за банальность. Роспись пряника дальше. Затем у нас будет художественный мастер-класс. Будут фигурки из глины, которые дети тоже могут разрисовать. Это будет тоже в виде игрушки, то есть они вешают на веревочку. Могут с собой забрать, опять же, могут повесить на елку. Фигурки уже изготовлены. В виде хрюшки. Изготовлены они уже. В виде поросеночки символа. Символ поросеночки, да. В той самой новой печи обжигали. Нет, эти поросеночки не от нас. Это будет художница, один из наших партнеров, которая тоже заранее все подготовит. Ну, в общем, они не приобретенные. Профессионально вылепленные пороси. Они от конкретного специалиста, который живет в нашем городе и изготавливает. То есть это конкретно специалист. Наш специалист будет нашего города, который проводит весь этот мастер-класс. Ну, хрюшка потому, что у нас следующий год. Да, наступающий год-год свиньи. Год театра и год свиньи. Володя. Какое странное сочетание. Что есть, то есть. По мастер-классам еще будут мастер-классы от нашей же организации уже. Это значки. То есть возможно сделать свой личный значок. Вот металлические такие прикрепляются, которые на одежду. То есть можно сделать свой рисунок нарисовать. Можно уже готовые рисунки из рисунков наших детей. Подобрать. И, соответственно, у нас есть аппарат. Дети вместе с волонтерами, соответственно, делают себе значок. Я вот помню, в 80-е годы появились значки с лидерами российских рок-групп. И это стоило очень больших денег. Это было в 80-е? Когда это было, в 90-е? Мне кажется, 90-е. Мне кажется, это было в конце 80-х. Ну, в общем-то, поскольку денег, конечно, было немного, то покупались обычные значки с каким-нибудь там незнайкой. Открывалась вот эта пластмасса верхняя. На него приклеили. Отбиралась картиночка, и туда из журнала «Мы» или еще из какого-нибудь вырезалась фотография, вкладывалась, закрывалась, и все это с гордостью носилось. А у вас это какая-то другая технология, да? То есть сейчас по-другому эти значки как-то изготавливаются. Это официальный аппарат, который и заготовки для этих значков, туда подкладывается любой рисунок, вставляется в аппаратик, и все, и готово. И он закрывает верхний слой, ламинирует. То есть каждый даже себе лично может сделать любой рисунок, любой значок, с каким хочет он рисунком, соответственно. Он может выбрать только из предложенных рисунков, или он может и свое принести? Нет, можно самим будет нарисовать все, что угодно. Или принести какую-то фотографию, например. Если есть такая возможность, пожалуйста. Но только там определенный размер должен быть. То есть вырезать надо будет подразделение. Понятно. Так, все мастер-классы осветили, по всем прошли. Еще будет мастер-класс от нашего партнера по лимонаду. То есть они будут показывать. Ну, то есть это коммерческая организация. Мы можем ее назвать. Мы можем ее назвать. Юль, конечно, мы можем ее назвать. Это таппорверы. Они будут, соответственно, в качестве рекламы рекламировать свою продукцию. То есть это посуда, да? Что-то посуда. Посуда. Посуда таппорверы, да. И, соответственно, в них они будут делать какие-то там лимонады. Напитки. Напитки лимонады. Лимонады, потому что это будет лимоно. Или цитрусовые какие-то. В общем, на месте там они будут изготавливать эти напитки. Опять же, вот они будут показывать, как это можно делать. И как это вкусно получается. Ну, то есть это не тот газированный лимонад, который продается в магазинах, к которым мы привыкли. А может и газированный. А может и газированный, кстати, да? Вот туда. Не знаю. Посмотрим. Для меня тоже это был сюрприз. Вот, а это настоящий лимон, настоящие цитрусовые. Да, то есть это прям свежевыжатое все там получается, все натуральное, поэтому... Ну, я так предполагаю, гостей праздника это все будут угощать. Ну, мы предполагаем, что все-таки мастер-классы это, опять же, за благ пожертвования, то есть любую сумму, которую человек считает, что может внести как взнос. Любую возможную для себя сумму. Да, вообще доступно будет всем, конечно. Мастер-класс по изготовлению лимонада. То есть любые мастер-классы, да, за любой благ пожертвования. Все закономерно. Что покушать? Пряники? Еще? Пряники, которые будут раскрашивать. Что попить? Лимонад можно будет. Ну, и еще, опять же, от нашего центра это роспись фигурок, гипсовых фигурок. То есть это абсолютно детская, то есть когда любой ребенок, даже начиная с нуля лет, наверное, может посидеть кисточкой гипсовую фигурку и засыпать так, как ему хочется. А что за фигурки? Фигурки не обязательно поросеночек. Фигурки абсолютно разные. Нет, не обязательно поросеночки. Их будет много, предоставлено на выбор. Пожалуйста. Но фигурки каких-то сказочных персонажей, не знаю, героев, кино, мультиков, или может быть там фигурка губернатора Кировской области, например, есть. И губернатора, конечно. Нет, я думаю, что это в виде животных каких-то, ну, каких-то, может быть, мультяшных персонажей еще. Так, еще у меня вопрос по тем активностям, скажем так, которые существуют в вашем центре. Я знаю, что ведь вы и свечки делаете, и ткачеством занимаетесь, вот эти все аппараты. И посуду, и утварь, всевозможные. Не, ну, печку-то керамическую, конечно, вот это для обжига не привезешь в джемол, я так думаю, да, ее, наверное, сложно, она большая и тяжелая. А вот по свечам и под качество, я помню, там совсем такие небольшие были аппаратики, вы это повезете или нет? Для мастер-классов? Да. По свечам нет, мы ничего не планировали в этом году, по крайней мере. У нас будут уже изделия. А, то есть они будут представлены на ярмарке. То есть наши изделия, которые делают наши дети прямо на занятиях с педагогами, либо с родителями параллельно. То есть все изделия, они будут предоставлены уже на самой ярмарке. Можно будет приобрести. Будете рассказывать, как это делалось людям, если они спросят, например? Конечно, конечно, мы обязательно всегда все рассказываем. Доступно, во-первых, что за изделие, кто делал, как это все делалось, соответственно, для чего и куда пойдут деньги. Это обязательно каждому человеку доносится эта информация. Вот как раз мы вполне логично перешли к тому ассортименту изделий, которые были представлены как раз-таки на этой благотворительной ярмарке. Которые можно обнять на пожертву. Да, две минуты до рекламы. Давайте поговорим о них подробно. Что это за изделия, кем они изготовлены и так далее. Первое, что сейчас у нас самое такое популярное, это наша керамика, которую делают дети. Они безумно любят делать на занятиях именно из глины вот керамические изделия. Тарелочки, мыльницы, кружечки. Подсвечники. Подсвечники, да. Это вот первое, что будет и в большом, в принципе, выборе. Я должна слушателям нашим сказать, что у меня есть несколько изделий, сделанных руками. Там детей, родителей, организации «Дорога и добра». Это очень красивые изделия. Они не просто вылеплена какая-то фигурочка из глины. Да, это всё раскрашено, это всё покрыто глазурью, это всё через обжиг прошло. И всем этим можно пользоваться в обычной бытовой жизни. То есть ты покупаешь вот эту вот кружку, которая тепло человеческих рук хранит, и у себя дома ты пьёшь из неё утром чай, и это совершенно какая-то незабываемая. И это штучный экземпляр, это уникальные вещи. Да, это уникальные. Других таких нету, это не серийное производство. На самом деле, это правда, ни одна тарелочка друг на друга не похожа. То есть каждая тарелочка по-своему уникальна. И надо понимать, что она обжиг прошла два раза. Первое, когда просто глину обжигают, и второе, когда уже с глазурью. Когда уже сушат, когда уже готовые стили. Да, то есть это достаточно технологично тяжёлая работа. То есть это не быстро делается, и поэтому вкладывается туда душа. Ребёнок сначала лепит эту глину, а потом ещё раскрашивает, так, как ему хочется, так, что у него душа легла. Кстати, мы же прямое отношение имеем, в том числе и у нас в редакции эти работы есть. Мне интересно просто узнать, а есть коллективные работы, когда лепил один ребёнок или несколько, раскрашивал другой? Есть такое, конечно. Душа нескольких людей. Есть такое, да, бывают и такие. Вложено. Да, есть такие вещи. Один ребёнок лепил, ну, получилось так, что на следующее занятие не пришёл, значит, другие дети помогают. Доделывают. Ну что ж, у нас стоят, что ли, будет красивая работа? Надо доделывать, всё правильно. Так, керамика. Что дальше? Керамика. Следующее, это восковые свечи, вот из пчелиного воска, да, то, что уже Аня говорила. Готовы, да, уже привязать, да? Да, они уже будут, да, готовы. Затем... У меня есть такая, вот с вашим жирафиком, Юль, по-моему, как раз. Она такая, как соты прямо, то есть она не гладкая, обычная, очень красивая. Да, вот это и есть пчелиный воск, да, вот из этого. И запах соответствующий. Да, шикарный запах, там такой медовый прям аромат стоит. Такие вот для Рождества очень хорошие свечи. Свечи, керамика. Мыло. Сейчас у нас тоже дети очень любят делать мыло ручной работы. Тоже, опять же, каждое мыло уникально, потому что туда добавляются различные, как сказать, специи, не специи даже. Ну, наполнители. Граждане ингредиенты. Граждане ингредиенты. Мыло-скрабы, потому что если это мыло с кофе, то это как мыло-скраб, это вообще шикарная вещь. Мыло с кофе. Ну, с кофейными... Ну, понимаю, они выполняют роль абразива, да. Да, понял. Поэтому вот мыло будет тоже в большом ассортименте. Это то, что вот делают наши дети. Сумочки ваши прекрасные, расписные, текстильные, холщевые. Да, очень много различной продукции уже будет с рисунками наших детей. Это и футболки, это сумки. Сумки для обуви у нас еще такие были. Но это, скажем так, рисунки готовые, мы их просто в печать задавали. Бывает такое, когда под заказ мы делаем сумки прямо в живую роспись. С ручной росписью. Прямо вообще, да. На ярмарке, к сожалению, таких не будет. Это только у нас под заказ такие вещи. Я обращаю внимание, мы с Юлей это выяснили тоже в перерыве, что футболки не обязательно с коротким рукавом. Есть прекрасные футболки с длинным рукавом, которые подходят в том числе на зимнее время. Да, да, да. Футболки будут и с длинным, и с коротким рукавом. И белые, и черные, и синие. И женские, и мужские модели. Размеры разные. Но надо смотреть, конечно, подбирать. Также из детских рисунков у нас будут различные календари. Это домики, настенные, квартальные. И открытки, магнитики. И это тоже вся такая продукция будет. Тоже в студии представлены календарики. Вот это вот детские рисунки, и они меняются, вот эти квартальные календари. Да, да. Там же каждый месяц меняется картинка. Каждый месяц новый рисунок. Это вообще, да. Мне кажется, что вот эта история, она очень хороша. Ярмарка ваша не только для того, чтобы себе что-то купить, а для того, чтобы затариться подарками, что называется. Да, сейчас такое время горячее, перед Новым годом бегать в один магазин, в другой магазин, в третий магазин. Это невозможно. Я не сказала еще, тоже про уникальную нашу вещь. У нас есть еще чай. Наш чай, который безумно людям нравится. Так, расскажите, что он собой представляет. Он прямо тоже полностью от и до ручной работы, то есть в плане и мешочки шьют, это родители помогают. Холчевые такие мешочки экологические. Да, из натуральных тканей. Чаи, это травяные чаи, они, травы собираются летом, тоже родители вместе с детьми ходят, собирают. Иван-чай, смородина, ягодки. Вот как Иван-чай, допустим, да, вот это все они делают. Все это летом делалось в центре. И все это смешалось в разных составах, соответственно, чаев разные у нас есть. И все это красиво преподнесено, украшено еще кулончиком, опять же из керамики. Я слово вспомнил. Чтобы чай получился, ферментация же нужна. Вот, вот, да, Иван-чай мы ферментировали. Да, этот процесс тоже не быстрый. Не просто высушенные листья стебли и побеги. Это малина и Иван-чай, вот они ферментировались, да, все верно. Сделаем небольшую паузу на 2 минуты и вернемся. Мы продолжаем нашу беседу. В нашей студии Юлия Мошкина, специалист Кировской общественной организации «Родители детей-инвалидов. Дорогу и добра». Дорогу и добра 9 декабря в ближайшее воскресенье в Джемоле проводит благотворительную ярмарку. Называется она «Счастливый Новый год». Начало ровно в 11 часов. Продлится она до 5 часов вечера. Джемол, думаю, знают, все знают, где находится. Ну, перекресток Горького и Герцена. Да, Горького опять. Продолжаем наш разговор о тех вещах, которые будут представлены. Времени остается совсем немного. И сейчас про финансовую составляющую. Мы решили поговорить, на что именно конкретно. На что пойдут пожертвования? Все, что было собрано во время ярмарки, куда? Да, еще раз повторюсь. Все наши вырученные средства, они всегда идут в поддержку деятельности всей нашей организации. В первую очередь, центра нашего, где занимаются дети с особенностями развития. Также поддержка у нас идет комплексной всей семьи. То есть у нас и существует, например, психологическая помощь родителям. Конечно. Существует такое понятие, как арт-вечера для родителей. Это опять же тоже, где родители спокойно могут отдохнуть. Для детей у нас всевозможные разные направления, развивающие занятия и так далее. Все это в нашем центре происходит. Ну, мы рассказывали неоднократно, да, в нашем эфире, какие есть вещи. Мы обычно берем эфир и какую-то вашу новую активность, которую вы вводите. То есть вот появилась керамика, занятие в керамической мастерской, вы делаете свечи, вы занимаетесь ткачеством. Я слушателям нашим напомню, что это не просто развлечение. То есть вот родители, ребяток с особенностями развития этих ребят готовят, ну вот, в получение каких-то навыков, таких, которые им потом в жизни пригодятся, помогут зарабатывать в новинках. Да, новинках, можно сказать. Вы планируете еще типографию? Типография уже существует, она сейчас потихоньку развивается в этом направлении. У нас есть новое уже направление, и мы выиграли уже грант президентский новый, это по столярной мастерской. То есть для детей и мальчишек у нас будет организована в дальнейшем столярная мастерская. Об этом мы еще не говорили. А где она будет? Это будет в центре. Я предлагаю. Это там же в центре, да, мы планируем там. Отметить все вещи. Про столярную мастерскую, как только будет ясно, мы обязательно. Да, это можно сделать. Я сейчас сижу и прям вспоминаю запах свежестроганного дерева, когда ты работаешь на токарном станке, когда резачком работаешь. Так что в следующем году у нас будет новое изделие на ярмарке. Из дерева. Из дерева. Будем надеяться на это. На работу организации. Я напомню, да, что вот, ну, помимо каких-то таких прикладных вещей, которыми вы учите, у вас же еще очень много занятий там, в том числе и на интеллектуальное развитие ребят направленных, и психологи с ребятами занимаются, и социальные педагоги с ними занимаются. Это первая задача, чтобы именно развивать ребенка, так как у них все равно есть свои особенности, свои сложности. Первое, что, конечно, направление психолога, педагога, дефектолога, нейропсихолога у нас есть. То есть они занимаются именно, вот, смотрят, какие есть особенности, как с ними работать. На каждого ребенка своя индивидуальная программа пишется. Кто-то индивидуально занимается, кто-то в группах. В первую очередь, конечно, стараемся в группы, потому что это социализация детей, это коллектив. Каждый ребенок имеет право на коллектив, имеет право на детство, на дружбу и так далее. То есть это все есть. Это самое основное, что у нас должно быть. Юля, если вспомнить опыт прошлых лет, проведение ярмарок, я имею в виду год назад, два года назад, сколько в ходе вот этого мероприятия удается собрать? Точную сумму не скажу, но в прошлом году у нас собралось именно на новогодней ярмарке, это более 60 тысяч. То есть это вот мы планируем, что, ну, очень хотелось бы, конечно, превысить эту сумму в этом году. Ну, это оплата труда педагога на протяжении не одного месяца получается, да, например, какого-то одного. А мне казалось, что львиная доля уходит как раз-таки вот на поддержание материально-технической базы, то есть закупка всевозможных. Нет, на самом деле, на самом деле, самая основная доля у нас уходит, правда, на зарплату специалистов. Это зарплата, потому что не содержит ни бюджет, ни государство. Потому что я же сняла, вот вся материально-техническая база, она у нас с помощью грантов, все это у нас оборудование уже есть. В какой-то части потихоньку это, опять же, в гранты куда-то вписываем. А вот зарплату специалистов очень сложно бывает куда-то прописать. Потому что грант на это сложно получить. На что нужны ресурсы денежные и так далее. Чтобы профессионалы могли с детками заниматься, а детки, соответственно, могли развиваться. Притом мы все-таки стараемся уровень зарплаты поддерживать, ну, такой, чтобы, не скажу, что это очень высокий, но и не низкий. Ну, не заеду. Нормальная средняя цена по городу, средняя, да. Но каждый педагог у нас, чтобы к нам прийти работать, он тоже проходит волонтерский свой труд. То есть это не так со стороны берем человека. Этот человек обязательно проверяется, который может работать с нашими детьми. Ну, грубо говоря, наш человек. Вы должны друг к другу подойти и понравиться. Вот мне кажется, это самое главное. Потому что, чтобы цели у вас были общие в каком-то смысле. То есть любой педагог у нас проходил в свое время волонтерский труд. То есть волонтерил в течение, может, даже некоторое в течение года. То есть это да. Ну, работа с волонтерами – это вообще отдельная ваша такая тема, большая тоже. Я думаю, что мы, наверное, сейчас уже не будем даже к ней обращаться. Надо про праздник, собственно, поговорить. Хотя большое спасибо всем ребятам, которые вам помогают. Я еще должна просто слушателям нашим напомнить про то, что организация «Дорога и добра» будет представлена не только 9 числа в Джимоле. Вас всегда можно найти. У вас есть сайт в интернете – rordi.ru. Есть, собственно, помещение центра на Роза-Люксембург 68А, по-моему, да? Или 67А? Нет, все верно. Мы всегда всех приглашаем. Если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу нашей деятельности, хотя своими глазами увидеть, мы всегда готовы всех принять, показать, экскурсию провести по нашему центру, показать, как наши дети занимаются. То есть чтобы у человека никаких сомнений не оставалось, что да, мы действительно делаем добрые дела, мы занимаемся с детьми, мы делаем все для того, чтобы у ребенка, скажем так, улучшилось качество его жизни в дальнейшем. Ну и отчеты ваши, собственно, они тоже… Обязательно, каждый годовой отчет у нас выкладывается на сайте, да. Мне хочется еще знать, ближе вот к пяти тысячам вечера в воскресенье 9 декабря, каков будет финал этого праздника? Это тоже будет что-то особенное? Просто как-то было бы не очень логично, наверное. Ну вот, мастер-классы закончились. Так, пять часов празднило, сворачиваем все, разбежались. Я думаю, что есть что-то по сценарию такое, какое-то винчание всего этого дела. Каких-то артистов самых таких ключевых в начале, в конце ставится, да. По мастер-классу, опять же, вот роспись пряников самый такой интересный мастер-класс, я считаю, ну, на мой вкус, да, вот и интересный, но для Винка, для нас, он будет с трех до пяти как раз проходить, то есть на окончании уже нашей ярмарки. Но, как показывает практика, все-таки к пяти часам уже народ в торговых центрах немножко рассеивается, собственно говоря, и так... Разбегается по кинотеатрам, я бы сказала. Может быть и так, да, и поэтому у нас потихонечку, это правда немножко так, потихоньку все само собой лаконично заканчивается обычно. То есть нет такого, что мы взяли раз и свернулись. То есть финальное прощание, объятие, и потихонечку вы собираетесь. То есть это все как-то так лаконично все проходит, само собой гармонично. Как обычно люди реагируют на это мероприятие, на то, что вы там делаете и будете делать 9-го числа? Я имею в виду людей, которые просто пришли за покупками в торговые центры, не знали об этом, и тут увидели, вау, что-то происходит, может быть, присоединиться. Как реагируют? По-разному. По-разному. Опять же, по-разному, да. Кто-то говорит, вау, пойду что-то куплю, и идут, соответственно, смотрят, все выбирают, все спрашивают и покупают. Кто-то настороженно посмотрели, ушли. Кто-то, может быть, посмотрели, ушли, пришли снова, подумали, решили вернуться. То есть люди все по-разному реагируют. У нас всегда стоит кто-то из волонтеров, который раздает в другой части торгового центра листовки и приглашает, соответственно, пройти туда, на благотворительную ядру. Уже, мол, не маленький, потому что, да, и входов несколько. Вот, и, соответственно, люди идут. Ну, и сам торговый центр, надо понимать, что выходные, всегда много народу. То есть люди все равно идут. Про волонтеров-то хочется еще спросить. Конкретное применение к этому мероприятию. Волонтеры вот сейчас в настоящее время нужны вам на 9 число или уже все там, роли распределены, команда сформирована? Я имею в виду, в том числе тех ребят, которые будут вот эти листов. Я не могу сейчас сказать конкретно по 9 числу, но волонтеры, они нужны всегда. Нужны. То есть для того, чтобы стать нашим волонтером, нашей организации, опять же, можно зайти на сайт, найти раздел, как нам стать волонтером, заполнить анкету, и, соответственно, после этого вас пригласят на собеседование. И, соответственно, там уже по ходу собеседования будет решаться, например, что волонтер может. Может, он хочет с детьми заниматься, может быть, он хочет какие-то мероприятия помогать, организовать. А может быть, еще есть у нас как направление деятельности Мурыгина, помогать с детьми именно в Мурыгину. Это детский дом родник, там ребята отделения Милосердия, вот с этими ребятками вы занимаетесь. Я так вот смотрю, что, в принципе, есть еще такая вот волонтерская помощь. Не все, конечно, силы в себе находят сразу же вот с ребятами с особенностями заниматься. Но, например, вам бывает нужна, не знаю, там, помощь с машиной, перевезти кого-то даже, вот и ребят кого-то подвезти, или вещи какие-то подвезти. Если кто-то может, например, вот выделить свое время, свою машину, там, и прийти. Это тоже волонтерская работа. Это тоже волонтерская работа. И это, наверное, менее затратно, там, вот с точки зрения душевных сил. Но это тоже помощь. Вот это одно из направлений волонтеров, пробонно-волонтеры, когда они помогают какими-то своими профессиональными навыками. Да, то есть фотографы, юристы, вот опять же, как сказать, водитель, да, машины и так далее. Это вот когда готов свои профессиональные вложить навыки. Еще одна вещь, о которой мы не сказали, да, о тех вещах, которые будут представлены на ярмарке, я просто вот не могу. Это прямо самая первая продукция «Дорога и добра», которую я увидела в свое время. Это магнитики и открытки новогодние с рисунками детей. Это то, с чего началось все. Это то, вот самые, наверное, небольшие пожертвования, которые можно за это сделать. И это такая прекрасная возможность прямо вот купить пять или, простите, обменять на пожертвования пять, десять магнитиков и открыток и раздать всем своим друзьям. Да, все верно. Это будет всегда предоставлена эта продукция в большом выборе. То есть не один рисунок. Там много разных рисунков наших детей. Все эти обработанные рисунки красиво в открыточке и в магнитике. И опять же в календаре. То есть еще есть возможность в календаре. Завершаем на этом нашу беседу. Еще раз напомню время и место проведения. Благодарительные новогодние ярмарки. Счастливый Новый год. Джиммол. Воскресенье. 9 декабря. Начало в 11. Финал в 17 часов. Пожалуйста. Приходите. Благодарим. Всех ждем. Приходите. Благодарим Юлию Мошкину. Специалист общественной организации «Родители детей инвалидов. Дорога и добра». Дневной разорот на этом заканчивается. Я с вами прощаюсь. А Владимир Сметанин вернулся. Через 20 минут в особом мнении. Спасибо. Продолжение следует.